здравствуйте друзья у нас буквально 10 минут назад закрылись избирательные участки в штате вискансен и вы видите здесь вот пишут это по республиканцам красненькие значит результаты будут скоро но вот еще там сколько-то времени им нужно пока появится предварительно то же самое у демократов вот написано тоже да скоро будут результаты вот там 86 голосов а пока что между делом мы с вами глянем вот куда мы с вами глянем на то сколько народу голосует как народу не голосует и чего собственно они там по каким причинам чтобы у нас была лучшая так сказать картинка какие там есть ресурсы по привлечению народа давайте я немножко ниже сейчас вот это в блумберге статья интересно я сейчас немножко ниже уйду потому что там ниже вот по штатам вот смотрите это как люди какое количество людей ходит на выбор например вот скажем штат калифорния вот пишут всего граждан 23 миллиона зарегистрированных граждан 15 миллионов дети тоже граждане но не зарегистрированы понимаете что молодежь там не голосующего возраста и так далее значит из из процента из зарегистрированных граждан голосует 60 значит так из я здесь из граждан зарегистрированы значит 65 процентов а из них значит там вот 57 процентов от граждан голос проголосовали от граждан или 65 процентов от зарегистрированных граждан я думаю что существенно прорегистрированных, те которые все остальные не так важно 65% в 2 трети народу голосуют в Калифорнии, а вот например, какой-нибудь Нью-Йорк что в Нью-Йорке? В Нью-Йорке примерно то же самое, то есть 68% от зарегистрированных граждан, 67.9% а что у нас, например, в Техасе? а в Техасе у нас 67% от зарегистрированных граждан, значит, ходят голосовать вот, есть граждане, которые не зарегистрированы, но могут пойти зарегистрироваться, это есть такое особенно среди молодежи которая достигла возраста, но еще никогда не регистрировалась, это тоже такое бывает, в свое время, когда Обама избирался первый раз довольно много молодняка пришли и зарегистрировались, чтобы за него голосовать, то есть это тоже некоторый такой потенциал вот если, допустим, для кого-то важны голоса молодежи, сегодня голоса молодежи важны для Берни Сандерса, он популярный среди молодежи, среди студентов, вот допустим, для него это было бы существенно это вот, значит, то есть, грубо говоря две трети народу реально реально ходят на выборы голосовать, значит, а треть, которая могла бы, но не пошла теперь мы движемся вверх и вот на ту треть мы сейчас посмотрим которая могла бы, но не пошла значит, мы видим справа карту Соединенных Штатов, да значит, так квадратиками разные Штаты помечены, вот они все тут таким жгутом пошли в зависимости от причин, почему люди не ходят голосовать ну вот, я так посмотрел и вы сейчас тоже увидите вот штат Техас, он такой средний усредненный, давайте мы на него глянем видно, что он в этом пучке как раз посередочке, так идет хорошо значит, смотрите, что получается 20,6%, значит, ну 20% да, заняты были то есть, они, может, и хотели бы ну вот чем-то были заняты кто на дачу поехал, знаете, как бывает там, кто может там еще чего шоппинг делал 17% это люди, которые 16,9% люди, ну пофигу им все то есть, пофигистов не так много на самом деле 12% они приболели или вот у них там какие-то инвалидность, им сложнее добраться до избирательного участка и они могут проголосовать кстати, они могут проголосовать электронно но тогда они должны быть в состоянии голосовать электронно обычно это люди пожилые у них такие проблемы и у них же проблемы с тем, чтобы что-то делать электронно потом, 12,2% это люди, которым кандидаты не нравятся не за кого голосовать вот смотришь на эти рожи и думаешь, ну и всех нафиг не пошел уехали куда-то там по делам вот, 8,4% ну еще раз, люди, которые уехали они могли бы проголосовать электронно тоже то есть, сейчас вы можете заранее голосовать там не вопрос ну и все остальное там такое довольно мелкое в общем там ну действительно, вот что-то посуете, вот забыли там 5% просто забыли то есть, хотели, но что-то позабыли там замотать значит, речь идет о том на самом деле, что если возникает какой-то сильный раздражитель то, во-первых те, которые слишком заняты многие могут отвлечься и таки пойти проголосовать те, которые сегодня не заинтересованы увидев, что какая-то большая бяка надвигается могут тоже заинтересоваться и пойти проголосовать те, которые приболевшие могут там внука позвать или там детей или там соседей и проголосовать электронно то есть, мы на самом деле видим что процентов 50 народу а то и больше вот если те, которые никого не любят и не хотят туда идти они могут кого-то так сильно не полюбить что все равно проголосуют то есть, грубо говоря очень существенный процент американцев очень существенный которые могли бы кардинально повлиять на исход выборов значит, они могут если что-то их сильно достанет таки могут пойти и проголосовать вот я почему это показываю потому что вопрос был такой а сколько народу голосует я думаю ну, как раз вот вышло знаете, как интересно у нас ребята спрашивают и, видимо большой интерес помимо наших слушателей поэтому вот на Блумберге вот такой появился материал значит, где показывают по штатам как много народу голосует если они не голосуют то почему вообще интересно стало появился интерес к выборам раньше как-то сонно все это было а тут смотри что творится там на самом деле если мы вниз сейчас пойдем там много других кривулин которые может быть вам вот интересно вот, например люди, которые слишком бедные и слишком богатые у них меньше шансов добраться до избирательных участков там у них по разным причинам слишком бедные и слишком богатые пожилые которым нужна нужна помощь какая-то видите вот они 40% из пожилых которым нужна помощь значит, 40% у них они заболели вот кривуля видите, как пошли вот эта кривуля какая 40 процентов так что от возраста вот если мы возьмем возраст 18-24 года бум то всего три процента у них там болезнь или начин валидность а если взять тех кто за 65 вот пожалуйста уже 40 процентов у них среди них такая причина ну и тогда очень очень много разных показателей вот до зарегистрироваться могли бы можно было бы полегче сделать ну и и так далее кого интересно будет можете почитать вот такая вот интересная статистика и я продолжаю наблюдать за результатами мне очень интересно дело в том что поскольку демография в штате вискансин нет не здесь а вот тут поскольку демография в штате вискансин очень сходная с тем что намечается вот сейчас впереди у нас идет выбор то то что там произойдет может быть показательным как бы в очень широком плане если давайте у республиканцев для ну пока еще ведь не публикует если круз там сильно побьет трампа это может быть показателем того что он наберет он его просто побьет и придет первым вот если да в меньшей степени в меньшей степени может быть у демократов что-то там реально решается но вот у республиканцев очень сильно решается поэтому вот эта тенденция тренд вот этот так что мы с интересом ждем хотя по всем прогнозам как бы и клинтон будет побито и трамп будет сильно побит и вот в штате вискансин на этом друзья мы с вами заканчиваем такое вечернее дежурство как бы мы только заступаем на дежурство потому что потом еще впереди там будут результаты выборов но вот я думаю что как бы расклад такой вам понятен вот на этом я с вами значит прощаюсь и до скорых встреч а